МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К общей радости автолюбителей, тех, кто любит проводить свободное время за рулем, в компании таких же любителей рулежки, стремящихся совершенствовать свои навыки, в Одессе после весьма большой паузы состоялся слалом. Если точнее, кубок Одессы по спринт-слалому. Дата проведения – 6 марта. Место – авторынок Куяльник, всем известная яма. Хорошее покрытие, взлетка себя изжила уже по причине всего того же ужасного покрытия, которое съедает покрышки. Тут ребята без ущерба для своего автомобиля отлично могли поездить, и мы решили, почему бы не дать такую возможность им здесь попробовать себя. Для данных погодных условий – холодно, сильный ветер, 27 машин – это довольно-таки немало. Мы ожидали меньше, честно говоря. Как вы их делили? По каким классам? Классы по стандарту – передний класс, переднеприводный класс, заднеприводный и полноприводный класс. Участникам была дана возможность проехать трассу три раза. Первый – тренировочный, дабы вкататься и прогреть резину. Далее – два заезда в зачет. В целом для «Слалома» получилось новое хорошее место. Большая квадратная площадка, огромное покрытие. Достаточно места, чтобы все поместились и без эксцессов проехали выстроенную фигуру. Я не думаю, что будет сложно, но будет интересно, как вот другие машинки будут ехать. Я так понял, моторы ездят гораздо мощнее. Я вижу очень много ребят, которые серьезно устроены, очень неплохо едут. В этом году мне вообще подготовка нравится всех машин. Их больше стало, и все научились ездить. Интересным моментом было то, что трасса была построена с таким учетом, чтобы мощные автомобили не имели преимущества над более слабыми. Так, чтобы ребята действительно могли показать свое мастерство, как водители, и уровень подготовки машины по подвеске. Иначе говоря, не особо спринтовая. Как выяснилось по ходу общения, так было задумано изначально. Мы старались сделать ее не очень скоростной, приблизиться к спринту, так как, в принципе, это первое мероприятие такое серьезное после межсезонья. Ребята выехали проверить себя, проверить автомобили, и мы решили не давать очень больших ходов, опять же, на которых мог бы преимущество получить большой двигатель. Если техника не позволяет бороться за подиум, то в ход идут высокие технологии. Значит, у меня установлен компьютер телеметрии RaceLogic, с помощью которого я могу записать лог своего заезда. И таким образом, проехав два тренировочных заезда, немного в разном стиле, я могу сравнить оба этих заезда на компьютере и посмотреть, в каких местах эффективнее ехать. Где-то нужно ехать немного медленнее, сохраняя среднюю скорость и траекторию, где-то можно попробовать атаковать конусы. И где-то, может быть, лучше сделать старт с небольшими конусовками или более плавно. В целом, продуманная организаторским коллективом компоновка позволила всем отъездить примерно на равных. Боролись в секундах. Практически все участники оценили и новую площадку под слалом. Единственное, что присутствие мелких камней в немалом количестве мешало, так сказать, держать машину. Но в этом тоже был свой интерес и новый опыт. Холодный асфальт, подмерзающая резина, гравий. Многие моменты надо было продумать и в плане подготовки, и рулежки, и скорости. Кто в теме, тот знает, эффектная езда в слаломе не значит победа. Цифры по факту судейских подсчетов могут выдать совсем другой результат. Но какая гонка без эмоций? И говоря о конкретном мероприятии, отдельно взятые участники радовали очень. Правильно все-таки все подобрано было по резине, по всему остальному. С первых же разов везде попал. И не хватало еще для полного удовольствия такого проезда, чтобы самому все понравилось. И вот, слава богу, второй, который я поехал боевой, в принципе, там, за мелкими недочетами, везде красиво подоставал так, как хотел. Поэтому доволен как слону, езжать буду в очень хорошем настроении. Вот, жду результатов. И если еще и результаты будут интересные, то, я не знаю, сегодня будет какая-то пьянка. Подводя итоги первого этапа Кубка Одессы по спринт-слаломам 2016 в переднеприводном классе с результатом 59-81 первое место занял Игорь Слабосильный на Хонда Сивик. Первым в заднеприводном классе оказался Пархисенко Кирилл на Тойота Старлетт. Время, кстати, лучшее время гонки 58-08. В полном приводе было всего два участника. И со временем минута 0-3 победил Кирей Василий, Субару Легон. Да, победа, конечно, доволен. Просто сегодня прохладно было. И машина себя вела немножко не очень так, как я от нее ожидал. Но в целом победы рад. Хотелось время, конечно, улучшить. Но что есть, то есть. В принципе, доволен. И еще про планы на будущее. Они у организаторов есть и весьма масштабные. Эксклюзивно для автотемы и всех, кто стремится быть в теме, был приоткрыт занавес предстоящих событий. Скажем так, открою маленький секрет. Это не знают массы еще. Скоро в Одессе пройдет открытый чемпионат по дрифту Одесской области. То есть очень скоро. Массы об этом еще не знают. Об этом знают все участники. Об этом знают все пилоты. То есть скоро, буквально месяц-два и будет везде объявление, что будет открытый чемпионат Одесской области по дрифтингу среди любителей. Профессионалы допущены не будут. Профессионалы будут судить. Ну, хотелось бы, чтобы приезжало больше людей, тренировались, повышали свой уровень мастерства и не гоняли в городе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok